Российские предприятия продолжают работать, несмотря на санкционный режим, введенный против страны. Компании, которые находятся на территории городского округа Люберцы, не исключение. Чтобы узнать, как промышленная сфера справляется с новыми вызовами, наша съемочная группа посетила технопарк «Лидер». В прошлом году компания, производящая высокотехнологичное медицинское оборудование, побила собственный рекорд по объему выпущенной продукции. Из-за большого спроса на компьютерные томографы пришлось перестроить работу предприятия. Сотрудники трудились не по 8, а по 12 часов в сутки, чтобы обеспечить больницы техникой, необходимой для борьбы с COVID-19. В этом году темпы не снизились. Напротив, идут сопережения прошлогодних результатов. И это несмотря на беспрецедентные санкции. Конечно, перед нами стали вызовы именно такие, каким образом обеспечить непрерывность производства и сохранить такую востребованную продукцию, чтобы она продолжала поставляться на наш рынок. Ну и не только наш, мы начинаем работать на экспорт. Слава Богу, гуманитарные вопросы остаются за пределами санкционных режимов. Мы очень рассчитываем, что это таким образом и сохранится. Но трудности все-таки есть. Поставка зарубежных комплектующих, проблемы с банками и логистикой. С большинством партнеров удалось сохранить отношения и найти пути для дальнейшего сотрудничества. На данный момент решается вопрос о производстве всех необходимых компонентов на территории России. Ранее они стремились максимально отработать целый ряд позиций, чтобы минимизировать поставки из-за рубежа. Кое-что удалось. И сегодня специалисты дальше в этом направлении двигаются. Сегодня они рассчитывают на целый ряд позиций, где они будут как-то по операции решать с Китаем. Но это требует времени. По оценкам специалистов, чтобы полностью выйти на собственное производство, понадобится до двух лет. Это станет еще одним важным этапом развития в истории ведущей российской компании.